Антон и его сослуживцы собирают тела погибших российских военнослужащих на освобождённых от оккупантов территориях. После составления акта и описания тела его отправляют на экспертизу. Там возьмут образцы ДНК и внесут в базу данных. Первый фактор – это именно фиксирование того, что тело военнослужащего Российской Федерации находится здесь, на нашей земле, для передачи материала в Международный трибунал. Во-вторых, я считаю это главным, это обмен телами военнослужащих вооружённых сил РФ и наших побратимов, наших ребят. И третье – это экологическая безопасность. Это 403 тела военнослужащего РФ, найденная специальной группой на деоккупированной территории Харьковской области. Местные жители рассказывают, их село находилось в оккупации 6 месяцев. Выживали с трудом. Не было электричества, продуктов, связи. Зашло много оккупантов, очень много солдат было. Мы жили в страхе. Мы боялись даже на украинском языке разговаривать. Мы не знали, чего от них ожидать. Жители говорят, оккупанты забирали их от насельчан и бросали в подвал. Одного из мужчин зверски пытали, обвинив в помощи вооружённым силам Украины. Его забрали в подвал. В подвале его пытали, током пытали. К нему приезжали, машину забрали. Он сильно пострадал. И его родной брат Владимир Кузьменко. Он наш герой. Он погиб. Вся семья сильно пострадала. Во время освобождения села вооружёнными силами Украины, рассказывают местные жители, российские оккупанты бежали в рассыпную. Бросали технику, вооружение и документы. Даже переодевались они в гражданское для того, чтобы их не заподозрили. А сюда подходила 92-я бригада ВСУ. Я говорю, это вы? Вы наши? А они мне показывают. Мы вооружённые силы Украины. Я так обрадовалась, что это наши украинцы пришли. Настолько я ждала. Я знала, что они придут. Но так неожиданно, что они за два дня освободили Харьковскую область. Местные говорят, тогда во время освобождения у российских солдат была паника. Они выбирались, кто как мог. Несколько человек заблудились и вышли к селу, где были вооружённые силы Украины. Завязалась перестрелка. Он не один был. Там много их было. Восемь или девять человек. Наши тут встали на ночь, а они напоролись на них. Тело одного из российских оккупантов пролежало несколько месяцев. Местные боялись к нему подойти. Говорят, солдаты противника часто минируют своих погибших. Страна-агрессор оставляет тела своих военных по разным причинам. Конечно, идут боевые действия, и они не всегда могут их забрать. Но главная их цель – скрыть реальное количество военнослужащих, которые погибли. Поэтому было попадание в место хранения их тел в Харькове. Поисковые работы сейчас идут по всей Харьковской области. Купенский район, Изюм, Петропавловка и другие населённые пункты. Обследуют места, где шли боевые действия и проходила линия фронта. По данным Генштаба Украины, с начала полномасштабного вторжения потери РФ уже превысили 175 тысяч военных. Часть погибших до сих пор находится на освобождённых украинских территориях.